Детей надо перевозить по всем правилам безопасности. Эту простую истину не устают напоминать сотрудники ГИБДД. Дорожная автоинспекция начала серию рейдов по выявлению водителей, нарушающих требования перевозки детей. Точки контроля — подъезды к детским садам. Время контроля — утро и вечер, когда малышей везут или забирают из дошкольных учреждений. О том, на чем не стоит экономить, сюжет Андрея Радюкова. Машина этого автовладельца детским креслом оборудована. Только вот он им почему-то не пользуется по всем правилам. Ребенок сидел на заднем сидении, не пристегнутым. Ребят, тысячи человек ездят вообще без кресел и ничего. Где вы находитесь? Всякий раз при проведении рейдов сотрудники ГИБДД сталкиваются с негативом со стороны родителей. Приходится не только пресекать нарушения и наказывать виновника, но и разъяснять ему, что правильное использование кресла оберегает жизнь ребенка. Многие родители, наверное, приобретают вот эти средства защиты детей, средства безопасности детей не для детей, а для сотрудников госавтоинспекции. Чтобы мы не останавливали, не абсолютно не задумываясь о том, будет ли в безопасности его же ребенок. Перевозить детей до 12 лет можно только с использованием специальных удерживающих средств. Иначе придется платить солидный штраф. Штраф в три тысячи сумма ощутимая. Но ирония в том, что за эти же деньги, чуть дороже или наоборот, даже чуть дешевле, можно легко купить поддержанное детское кресло. В интернете таких предложений немало. Всего лишь за час рейда автоинспекторы выявили около десятка нарушителей правил перевозки детей. И это только в одной точке Белгорода. Каждый из них получит штраф и повод задуматься о том, стоит ли рисковать здоровьем своего ребенка. Андрей Радюков, Валерий Ларьков. Новости мира Белогория.